Методика регистрации движений глаз Geist Contingency Paradigm Методика регистрации движений глаз объединяет в себе целый ряд методов и приемов. Основной метод, разработанный в 70-е и 90-е годы 20 века, это метод, при котором зрительная информация постоянно меняется в зависимости от текущей позиции взгляда. Этот метод применяется не только при изучении процесса чтения, но и при изучении других процессов. Например, при изучении движений глаз во время занятий спортом, при рассматривании произведений искусства, управлении самолетом или другим транспортным средством, узнавании лиц и выражений лица, чтении нот и других. Метод заключается в том, что система следит за движениями глаз и меняет стимулы на мониторе в момент перемещения глаз либо в какой-либо момент фиксации. Таким образом можно управлять информацией, поступающей по зрительным каналам. Данный прием стал основой различных экспериментальных методов, каждый из которых позволяет исследовать специфические когнитивные процессы. Остановимся вкратце на каждом из них. Метод подвижного окна заключается в том, что зрительная информация в центре фиксации взгляда отображается нормально, а остальная часть искажается, удаляется или заменяется цепочками иксов. Читающий может перемещать взгляд куда угодно, однако объем доступной информации при каждой фиксации контролируется экспериментатором. На экране представлена обычная строка текста, место фиксации отмечено звездочкой. В случае подвижного окна из 17 символов, две последовательные фиксации будут выглядеть следующим образом. Один, два. И еще раз. Буквы вне центра фиксации заменены иксами, пробелы между словами сохранены. В определенных случаях окно может совпадать с границами слов. Пробелы между словами могут не сохраняться, а также заполняться иксами. Текст может искажаться не на каждой фиксации, а только на некоторых. Данный метод использовался для измерения полевосприятия, то есть области, которую можно воспринять за одну фиксацию. Метод основан на предположении о том, что если подвижное окно становится такого же размера, что и полевосприятия читающего, разница между чтением с окном и без окна исчезает. Метод подвижной маски – это метод, противоположный предыдущему. Динамически затемняется или заменяется иксами центр зрительного поля, а периферия отображается нормально. Размер маски также может варьироваться. Таким образом моделируется искусственная эскатома, дефект поля зрения, и соответствующий ей характер движений глаз. На экране тоже предложение, и опять две последовательные фиксации. Один, два. Еще раз. Метод границы. Прайм, находящийся в парафавиальной области, заменяется целевым стимулом при пересечении взглядом невидимой границы вокруг целевой области. Прайм может быть как словом, так и квазисловом. Строка на экране – это текст, который предъявлен испытуемому до замены стимула. Когда глаз читающего пересекает невидимую линию, первоначально отображенное слово заменяется целевым словом. И еще раз. Это изменение происходит во время сакады, поэтому читающий его не замечает. Метод основан на предположении о том, что читающий получает информацию о первоначально представленных стимулах, и любое несоответствие между тем, что доступно во время фиксации после пересечения границы, и тем, что было обработано во время предыдущей фиксации, отражается на времени фиксации на целевом слове. Встречаются модификации этого метода, например, целевое слово сразу после замены исчезает, и читающий сообщает, какое слово он прочитал последним. Метод границы позволяет изучать сущность экстрафавиальной информации, то есть воспринимаемой за пределами центральной области сетчатки, например, орфографической и фонологической. Как и метод подвижного окна, метод границы может быть использован для исследования последствий невозможности нормальной парафавиальной обработки. При этом метод границы предпочтительнее, если необходимо точно оценить последствия возможностей невозможности парафавиальной обработки определенных целевых слов. Необходимо предотвратить использование испытуемыми необычных стратегий чтения. При методе границы испытуемые, как правило, не замечают изменений на мониторе. Метод увеличения парафавиального текста. Во время каждой фиксации текст парафавиальной области увеличивается, и таким образом его воздействие на восприятие уравнивается с воздействием текста фавиальной области. Компенсируется эффект ухудшения четкости зрения вне фокуса взгляда. На экране место каждой фиксации отмечено стрелкой и показано, как для указанной фиксации выглядит текст. Строки – это хронологический порядок фиксаций. Метод позволяет изучать влияние четкости зрения в парафавиальной области на поле восприятия. И метод исчезающего текста. Во время чтения мы периодически делаем по две фиксации на слове, прежде чем переместить взгляд к следующему слову предложений. Роль таких повторных фиксаций до сих пор не вполне ясна. В частности, ряд исследований показал, что они в определенной степени излишни. Метод исчезающего текста может использоваться для изучения данного явления. Заключается он в следующем. Предложения предъявляются обычным способом, при этом между всеми словами в предложении имеются невидимые границы. Каждый раз, когда глаз пересекает границу между словами, включается таймер. Обычно он устанавливается на 60 мс, но это может быть и другое время. По истечении установленного времени фиксируемое слово исчезает. Как только испытуемый перемещает взгляд к следующему слову в предложении, ранее предъявленное слово появляется вновь, а новое слово по таймеру исчезает. Таким образом, в каждый момент времени в предложении отсутствует только одно слово, и это то слово, которое в данный момент фиксируется взглядом. Тем самым возможности испытуемого зрительно определить фиксируемое слово ограничиваются, в том числе становится невозможно сделать повторную фиксацию. Все представленные методы в совокупности позволили тщательно исследовать обработку зрительной информации, в частности временные характеристики полевосприятия при чтении, особенности центральной и периферической обработки.